А с языками, вот скажи, у тебя это получается, ну так или иначе, учил несколько языков, ну помимо принятого английского, да, какие это языки и почему вообще такой вот выбор, ну то есть я не говорю, что ты великий полиплод, да, и что ты ими владеешь в совершенстве, но вот ты почему-то изучал, вот кому из нас сидящих здесь в голову придет, ну не знаю, просто так, не ради путешествия, а просто вот сесть и учить там какой чешский, да, и кольский, или какие у тебя языки вот такие были? Ну смотри, я просто очень увлекался этимологией, а я еще в 90-е, в 96-м удалился купить этимологические слова Фасмера, и я его открыл, и там как бы я не смог его читать, потому что там вот эти все слова, ну то есть там надо знать, как читаются слова, и поэтому, то есть там надо знать, в общем, как эти языки, ну хотя бы базово знать эти языки, ну что-то я начал учить, там, польский, и что-то такое, вот, потом я учился на англо-немецком, и тоже, соответственно, немецкий выучил, английский, и этимология, ну это очень интересно, я использую этимологизацию, потому что в книжках, потом, смотри, нас учили на Эль-Язе, нас учили медленному чтению, то есть нас всех учили читать со словарем очень медленно, это очень важно, и когда я первый раз читал «Войну и мир» не по-детски, мне показалось, что я слишком быстро читаю, и я думаю, подумал, что надо как-то замедлиться, и я взял этимологические слова, и значит «Войну и мир» я читал с русским словарем, с этимологическим, вот, и, кстати, всем тоже советую, и потом, значит, еще, что дает Эль-Яз, он дает, ну во-первых, кстати, поэтому я стал читать длиннерусскую литературу, потому что она тоже, как бы, чуть-чуть иностранна, вот, и это интересно, потому что что-то, вот, когда что-то сдвинуто, какие-то значения сдвинуты, это уже красиво, и поэтому, как сказать, а вот, скажем, польский, ну, во-первых, у нас тут в нулевые стоял польский правоход, помнишь, вот, он стоял там, ну, я не знаю, целый год, вот, мы с ними там братались, и это самое, на лапероске, там, в славянских языках, там забавно очень, что там, в принципе, габариты и вот эти вот корни те же самые, приставки те же самые, суффиксы те же самые, грамматика те же самые, но все это собрано совсем по-другому, вот, такой конструктивный момент, а вообще без, то есть без иностранного языка, кстати, мы тоже, мы не спасем, мы не спасем культуру, мы не спасем язык, то есть любая культура, любое понимание, любое чтение – это перевод, то есть даже, когда ты читаешь по-русски, ты переводишь, как бы, на свой собственный язык, если ты правильно читаешь, потому что есть, есть вот такое легкое чтение, вентральное – это, как бы, одни доли мозга работают, а есть дорсальное, более углубленное чтение, когда совсем другие доли мозга работают, и вот вентральное чтение – это просто, вот, есть куча букв, и человек собирает из них слова и читает, но это больше похоже даже как на, когда сериал смотришь и все, и там вот какие-то рожи мелькают знакомые, и там, да, и они еще все слова произносят, да, а потом не помнишь еще, что было, а дорсальное чтение, когда ты вот, ты истолковываешь текст, ты, как бы, подтягиваешь слова, поэтому я всем рекомендую сверхмедленное чтение со словарем, потом просто медленное чтение – это когда выписки делаешь, потом обычное чтение – это когда просто галочки ставишь, чтобы потом просмотреть, это все, И там уже быстрое чтение или какое-то чтение, когда ты уже пропускаешь, скажем, прилагательные. Ну, например, я прилагательные. Когда я был молодой, я прилагательные вообще не читал. Ну, в молодости читаешь же, смотришь абзац, там какое-то описание. Ты его просто не читаешь и всё дальше пошло. Ты серб просто. А это сербы так же. Ну, сербский я, кстати, тоже сербский хорошо. У них так. И болгары отчасти. Ну, болгарский очень прогрессивный язык. Самый прогрессивный из славянских языков. Самый близкий к аналитической, почти аналитический язык. Почти больше похож всего на английский. А сербский там тоновый язык, но очень интересный. Я, в принципе, я перед коронавирусом, вот уже сделал себе загранпаспорт, собирался поехать в Сербович и Нагорю. И там, значит, вот наступил этот коронавирус, и, видимо, я уже никогда не поеду никуда. Ну, я собирался... У меня, например, сосед, он в Черногории постоянно отдыхал, принёс мне оттуда хазарский словарь. Паричный. Ну, в принципе, это интересно, но просто смотрите, с сербским там не очень понятно, так же, как с русским, где ставить удаление. Кстати, тоже рекомендую такое междучтение. Хазарский словарь или хазарский словарь? Нет, просто хазарский словарь. Хазарский словарь. Давайте подавим ученистике, подавим чуть-чуть похожим и вернёмся к нашему голосу. Это не интернетский критик, не пропадает. Кстати, да. Виктор Викторович, он там подаёт час. Он один, один корень. Василий, вот, кстати, ты говоришь про длинное чтение. Я так понимаю, что читать тебе помогает ещё немножко в некотором роде твоя работа, да? Ты же много лет работал сторожем. Ты ещё продолжаешь трудиться на это? Со всеми этими гопниками со стеной, беседующими. О литературе. Разве там гопник? Ну, нет, я уже там не работал. Ты работаешь? Не работал. И как бы это даже и способствовало моему чтению, потому что я стал ещё больше читать. Ну, смотрите, у меня же проблема со звеньем, и поэтому мне надо как читать... Когда медленно читаешь, звенье меньше портится, потому что когда читаешь и думаешь, то есть про чём ты скажешь? Тоже предложение, абзац, и думаешь. Глаза отдыхаем. Вот и всё. А когда там какие-нибудь эти ютюберы, как там, бухтюберы, я прочту там 20 книг за месяц. А там другой говорит, у них эти, как это, челленджи, да? Как это по-русски? Да, 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 да. Бухтюб, челленджи. Как это произойти? Вызовы, да. Вызовы, марафоны различные чтения. Книготробные. Книготробные вызовы. Как же читать, надо по-русски, да. Так у них, они говорят, что у меня бессонница. Их тоже спрашивают. А как вы столько же? Если он улетёт, так текст он улетёт. На одном декаде. Ну да, но вы же всё равно резюме. Девушка говорит, что она там 60 книг в месяц прочла. И ей надо как-то объяснить это правдоподобно. Она говорит, что у меня бессонница. Типа, я вот читаю вообще. Не сплю и читаю. Аудиокниги? Аудиокниги это очень хорошо, но надо перед этим прочесть их, знать их с бумаги. Желательно наизусть. Три раза прочёл, что тогда будет польза от аудиокниги. А если ты вот просто в первый раз аудиокнигу пользы не будет? Почему? Ну я не знаю. Нет, может быть кто-то такой прямо аудиал и как, знаешь, это как в древней Греции, у древних греков такие вообще монстры. Нет, чуть-чуть я договорил. В древней Греции у них не было бумаги в дешевле. И там были такие монстры памяти. То есть ему, скажем, текст, 20 страниц текста он запоминает. Ему читать, он запоминает сразу наизусть. Без повторения. Сразу наизусть запоминает. Может быть такие монстры есть среди нас. И они вот ему прочли там 20 страниц текста, и он запомнил наизусть. Вот, кстати, там стоит книжка «Меланхолия сопротивления» Ласла от Краснохаркарина. Вот он уверяет, что он по 20 страниц текста сочинял в уме. Причём при этом бухал. Ну и на Хатул вообще как-то так. Вот может быть он такой монстр памяти. Может, такие люди ещё есть среди нас. Но из Венгрии он не мог. Не знаю. Ну у них так принято. Венгрии всё-таки. Хорошо. Немножечко снизим планочку. Василий, у нас есть ещё один очень важный вопрос. Сейчас, секундочку. Так, вот цитату. Сначала я цитату прочитаю. Сам Кузьминьков похож на кота. Критика его похожа на пассивно-агрессивное получание. И далее я там встречала ещё несколько твоих отсылок к нашим любимым с Натальей Валентиновной кошечкам. Вот скажи, пожалуйста, Василий, у тебя они присутствуют, периодически пробегают. Вообще отношения к котам у нас. Важный, краеведческий вопрос с коллегой. Ты вот, кто больше, по кошечкам или по собачкам? Помните, кто-то из классиков говорил, да, что люди делятся на тех, кто пьёт чай и кофе, и кто любит куше. Она Андреевна. Да. По-моему, она. Ну, АМ и Кэт. Я сам кот. Понимаешь? Я к котам, да, я хорошо отношусь. И языки, кстати. Но у нас собак очень, у нас сейчас вообще, у нас катастрофа сейчас в посёлке, очень много собак. Причём серьёзно. Вот как в Иркутске там было, да, недавно. Вот у нас, ну вот скоро будет на грани эта ситуация, потому что почему-то считается, вот собак вывозят из Паратунки, и почему-то в наш посёлок их скидывают. И причём не все они чипированы, и они начинают размножаться. Потому что Ваш посёлок называется вулкан, это уже ародруиды туда их скидывают. Ну, да, там считают, что если там солдатские столовки, значит там собаки прокормятся. Может быть, из-за этого. Ну, как-то там уже скоро опасно. Потому что ещё там выйдешь, выйдешь, вечером гулять, там одни собачники ходят. Это ужас просто, кошмар. Ну хорошо, про кошечек поговорили, по шёрстке погладили. А сейчас погладим против шерсти. Про Кузьминкова ещё скажи. Да, про Кузьминкова скажи, хорошо. Прежде чем против шерсти чесать будем. Страшно, да? Кузьминков это, ну это такой самый вот ругательный критик. Это вот можно рекомендовать его Михаил Хлебников. Интересный критик. Михаил Гундарин. Кузьминков. Александр. Александр Кузьминков. Чекунов интересный критик. Меня даже ругал. Вот. Но там у них такая проблема. Они вот постоянно ругают. Ругают, 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 ругают. И у них очень приёмы однообразные. То есть они будут искать ошибки. И потом издеваться в таком стиле с цитатами из «12 стульев», из всякого советского кино, из «Чапаева». Вот. Тут идея же в том, что критик он даёт установку к чтению. И однажды… Это есть такая психологическая приколюха, когда дают фотографию человека одной группе. Одной группе говорят, что это преступник. А другой группе говорят, что это какой-нибудь там детский врач. И соответственно, тем, кто говорят, что это преступник, они описывают, что это там вот бандитское оружие. А тем, кому сказали, дали установку, что это детский врач, описывают, что это какой-то до ближайшей души человек, и у него улыбка такая хорошая, и глаза новые, и всё такое. Понимаете? И с книжками бывает то же самое. То есть одну и ту же книжку кто-то там ругает, на чём с ним стоит. И потом ты вот серьёзно, если хочется проверить, хочется проверить, иногда открываешь и думаешь, а что тут было ругать? Ну, нормальная книжка, книжка как книжка. В полы неплохая. То есть обман ожиданий происходит. И наоборот, когда слишком хвалят, тоже открываешь, думаешь, что там похвалили. А там, ну, тоже, книжка как книжка. Что там было такое, что сильно хвалить. Никакого нового Google не явилось. То есть, таким образом, критик вам даёт какую-то установку на чтение. Вот когда мы, кстати, Зулиху обсуждали, мы её в посёлке обсуждали, и там же одна из плетензий к Зулихе, что у неё в Нагане 7 патронов. А это как бы все сразу, все, кто в теме, все, кто знает, что все стали думать, ну, короче, в Нагане не может быть 7 патронов. В Нагане 6 патронов. В Нагане 6 патронов. В Нагане 6 патронов. Да, не может быть. Ну, не знаю. Дело в том, что, когда вот девушки читали эту книгу, им как бы это совершенно не важно, сколько патронов Нагане, понимаете? И они приняли её на ура. Но дело в том, что... Дело в том, что, во-первых, можно читать вообще без установки какой-то, на то, что это какой-то новый Гогарь или что это плохая книга. Можно просто читать в детстве. В детстве есть такое явление безоценочное чтение. То есть ты просто открываешь книгу и читаешь. И тебе вообще не важно даже о чём. Это как вот, кстати, Гоголевский персонаж Петрушка. Он просто вот читал надписи на кабаках и какие-то, скажем, бумажки он читал. Ему просто нравилось, как из буквок получаются слова. Вот и всё. Он получал удовольствие. Он просто всех ругает и потом возникает вопрос. Ну да. Нет, дело в том, что когда он начинает хвалить... Ну смотри, это тоже... Бэткомедиан, есть такой критик кино. И он тоже всех ругает. И потом его спрашивают, типа, интересно, а что же он хвалил? И он хвалит очень странное кино. А как зовут критика? Евгений Баженов, Бэткомедиан. Да, Баженов. И он... Обычно он ругает, но он не умеет хвалить. И тогда спрашивается, может он вообще ненавидит кино. Это из журнала Искусство кино? Нет. Искусство кино – это доля, нет? Да. Доля. Нет, доля – редактор. Редактор. И знаете, кто ругает? Женя? Нет, он из YouTube. Саша, вы все знаете лучше меня. Ну, кстати, да. Я, собственно, и хотела пригласить на нашу укрализированную сцену Александра Петрова. Сударь наш тоже в некотором роде критик, но не столько литературный, сколько всешний, всевойный. Мы говорили с соседями, выяснили сначала, что 25% жителей читали книгу Ширяева. Ну, прошло какое-то возражение из того, что нет. Поднимите, пожалуйста, руки, кто прочитал книгу Ширяева. Никто не прочитал. Вот, рад? Ну да, меньше. Поэтому, если вы не возражаете, я буду не стоя, а сидя, потому что я буду читать по шпаргалке. Нет, 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 нет. Нет, я съем между вами поставлю. Это шнуры у нас отходят. Ничего страшного. Вам ждут, потом не старт. Ничего страшного. Значит, удивительно, но я эту книжицу прочитал, прочитал уже, давно, а вчера написал к ней один короткий абзац, и вот сейчас я, как Реалидович Брежнев, по бумажке буду губнить написанный текст. Если вы, конечно, не возражаете. Здравствуй, Елена. Здравствуй, другая. Значит, текст называется «Я как Гаспаров» или «Почему не нужно читать книгу Ширякова?». На Камчатке завелся второй литературный книг. Первым был Вячеслав Павлович Васильев, журналист, социолог, доктор исторических наук и целый профессор, автор посвященных камчатской литературе книг «Здесь за тридевять земель и сквозь магический кристалл». Именно он ввел в оборот термин «Камчатская литература», и именно он причислил к этой самой литературе тьму и тьму симуляторов. Второй – это Василий Ширяев. Молодой, ему еще нет полувека. Энергичный, публикуется в разных местах. Правда, Камчатского лишь по месту обитания, о местных сочинителях у него не словца. Потому как здесь, на Камчатке, из живых можно писать всерьез лишь о трех литераторах, да и те пенсионеры. Кстати, двое из них в этом зале, на Камчатке. Кто-то? Двое из них. Кого? Это не в рамках нынешнего текста, это в рамках. Василия в интернетах относится к критикам. Цитирую. «Русский писатель, литературный критик. О его писательстве ничего не скажу. Оставлю формулировку на совести Википедии, лишь пробормачу, что пургат в языках лавы. Никаким образом писателя не сделать, не способен. Почему не нужно читать вышедшую в прошлом? В 2021 году в Московской Екатеринбургском издательстве «Кабинетной ученой» книгу Камчатского «Критика» Василия Ширяева «Колодцы». И что такое критика? Разбор, обсуждение, исследование, оценка. Об этом я узнал, прочитав словарную статью на 160-й странице, выпущенном в 1924 году издательством «Красная новь» популярного политсловаря под редакцией Бориса Эльцина. Запомним эту формулировку, чтобы потом к ней вернуться в самом конце моих сумбурных советок. Разбор, обсуждение, исследование, критика. Два с лишним десятка лет однообразной серости – это духовный паралич поколения. Ведь в период становления нужен хоть единственный перелом, а такие веки минувшим имели место, хоть разные десятилетия были, да сплыли. Стагнация – это убийца. Факт, лишенные датировки, эстетизируется и искажается. Это слова Виктора Шановского из статьи документальной «Толстой» сборника «Подюрщина». 167-я страница, 1930-й год, издательство «Писатели в Ленинграде». Я люблю максимально ранние издания, не адаптированные и не ангажированные. Вот у текущего момента я хотел взять эти книги с собой, на которые я ссылаюсь, но тащить с собой несколько сумок книг, чтобы из каждой читать по 2-3 страницы. Все-таки не нужно. К Ширееву не повезло. Он рос и формировался в день сурка. Сознательно не застав ни одного слова его. И поэтому у него нет того самого Мандельштамова дикого мяса. И поэтому он не любит и не понимает стихи. Редкие отсылки к рифмованным строкам на Ширеевских страницах. К текстам песен позднесоветских вокально-инструментальных ансамблей, игравших популярную у охлоса какофонию, сопровождаемые или бормотанием, или истерическими выкриками, ну, или упоминанием разномастных иноземных бьян, любимых дегенераторами всех мастей. Случайная цена тарифмованного текста у Ширеева. Эта строчка, помнишь, братка, давили эльфийскую мразь. Два раза в разных местах книги восхищенность. Про нестеренку Ширеев наверняка не знает. А, и вот еще из Василия. Современная поэзия — это Агунда Цирихова. Я хоть уже старенькой, но ни одной ее книги... Агунда Цирихова. Я хоть уже старенькой, но ни одной ее книги не читал. Обратился к недрам интернета и узнал оттуда. Ее можно назвать. Одной из самых молодых представительниц хип-хоп и поп-сцены современной. Девушки еще нет и семнадцати, а ее песни без труда покоряют вершины популярных чартов. Оставляет треки гораздо более опытных музыкантов далеко позади. Конец цитаты. Скажи мне, кто твой друг? Скажи мне, кто твой кумир? Кумиры Ширеева — это нравственные инородцы. Сначала осетинская певица хип-хоп и поп-сцены, потом цитируемый наш в эпиграфе полустатьи азербайджанский вокально-инструментальный ансамбль «Каспийский груз», исполняющий так называемый ремб. Культурные коды. Страны-критики, никаким образом не имеющие в своей системе культурных кодов поэзию. Поэзия — вершина мировой культуры, ее Джамалу. Ширеевские упоминания критиков никаким образом не отсылают их профессиональные деятельности, ограничиваются анекдотичностью. Сергей Сергеевич отбревает капризного ребенка, Борис Михайлович топит печку книгами, только Михаил Леонович Ширеева говорил, что для стиховерия поэзия уже не нужна. Конец цитаты. То, что видно птицу по помету, Василию невдомек. Походя брошенное малоосмысленное красное словцо, для него космаровских томов при многих тяжелее. С анализом прочитанного у нашего сегодняшнего героя. Тоже дело швах. Цитата. От себя топоров пишет коротко, как с Шловской, но коротко писать легко. Связь только теряется. Впрочем, объяснить именно эту ископаду нелегко. Василий не владеет культурными контекстами, в которых оба победителя, и сын Бориса, и сын Леонида, чувствовали себя рыбами в водах. Топоров, по крайней мере, в неиллюзорности Целана не сомневался. Цитата из Топорова. Четверть века оборботывалась их Пауля Пелана, «Даскныршен фойн айзернер джунг» из Инкичбау. Пока не подавил допугающее созвучие внешнепроизвольный, для меня субъективной единственной строчкой, башни солдатских сапог вырастают в цвечении лишних. Оширяев уцепился за опечатку фамилии, не удосужившись прочитать Целана, прочитать и убедиться, что Щерубин Алькабриат по прозвищу Пелан лишь издательская опечатка, а не тыняновской армейской карьерист. Но зато Василий проговаривается, я как Гаспаров. Страница 139-я. Художественные и критические тексты, упоминаемые и цитируемые в глубинах колодцев, никаким макаром не разбираются и не исследуются. Критик для критиков оказался мыльным пузырем. Да по сути Василию не нужны ни писатели, ни критики, ему нужен он любимый с невнятным потоком сознания. Сказать что-то хочется, а получается звучащий фрексием и винегрет из малосвязанного друг с дружкою набора слов. Мое примечание днем спустя. В интернетах Анна Жучкова напейсава то же самое, только мягко. Знаешь, Василий, в твоем тексте авторы действительно лишние. При всем этом, упоминаемым Ширяевым на страницах колодцев современным критикам, той же Жучковой, Рондареву, Латыниной, Пирогову, Данилкину, и даже, извините за выражение, Юзефудыч, объекты исследований интересны и нужны. Далее опять цитата. Надо своего внутреннего шендеровища как-то сдерживать. Конец цитаты. Вот это самая главная фраза Ширяевской книги. Жаль только, что, давая такую рекомендацию Кузьменкову, Василий сам считает умушек, особенно внутренний, Ширяевский шендерович, забавно выплясывает куплинской баюфы, начиная с 66-й страницы, где остранение, остранение, отстранение Виктор Борисович с его опиской «Грустно глядит с небес», превратилась в трехкопеечный в провинциально-комсомольское КВР. И еще о Ширяевском понимании литературе. Про заик Олегу Павлову, Ширяеву, далее несколько коротких цитатов. Покручил «Гришковца», «Перевышает всех стендаперов вместе взятых», «Юмор Павлова стал мейнстримом», «От заикания к нытью», Олег Олегович в деревянном пушлате, наверное, лихорадочно вращается. Превратить трагического христианского писателя в эстрадного зубоскала заради очередного прокрустного ложа надо было постараться. Яростный призыватель коммунисты вперед, позже, уже в 70-х, грустно охарактеризовал Ширяевщину. «Гордись, Вася, я тебя превратил в явление». Переваренного ницше в животе притали на десятку. Ты идешь все выше, то есть ниже, ибо можно все, чего нельзя. Что такое критика? Разбор, обсуждение, исследование, оценка. Об этом уже было в самом начале. Ура, у нас. Мы вернулись. Василий Ширяев не исследует ни литературу, ни критику. То, чем он занимается, вполне укладывается в чеканную, зиновьевскую формулировку. Дали цитата из «Изияющих» ПСО. Обсуждали всяческие проблемы, в том числе отношения академиков и молодых. Уговорили выступить в нем. Тот нарисовал огромный зал и сказал следующее. Крепко взявшись за руки, вокруг этой жопы стоят академики и ляжут ее. За это она дает им деньги, чины, машины, ордена дачи. Сзади напирает огромная толпа молодых. Академики кричат, что молодые рвутся кусать ее и бьют молодых ногами. Бедная, бедная жопа, она не знает, что молодые не собираются ее кусать, они рвутся ее лизать. Но лизать более квалифицированно и за меньшую плату. Я отставляю в сторону вопрос квалифицированности. И лишь замечаю, что совершенно все прочтенное мной в колодце, даже при местами демонстративной агрессивности, сугубо комплиментарно. Эдакое цеховое, ласковое покусывание литературно-перитического афедрона, бессмысленное и щедрое. Внутри колодца нет ни разборов, ни обсуждений, ни исследований, ни оценок. Есть сумбурный между собойчик с примитивными культурными кодами и абсолютное засилие, натянутых на глобусы сов. Ведь это куда легче, чем разбирать и исследовать, то есть заниматься тем, чем занимались ширеевские любимцы, Сергей Сергеевич, Михаил Леонович, Виктор Леонидович. Ведь проще настучать несколько страниц стилизации под первопроходческие сказки, чем проанализировать того, что, к примеру, смотри, страница 61-65, Водолазкина. Вот почему не надо читать книгу Василия Ширяева. По крайней мере, до того, как будут прочитаны и осмыслены предшествующие критики. От Гречи и Билинского, Черешкловского и Воронского до Билинкова и Топоровых. В Владимире Николаевича тоже. Вот все, что я хотел сказать. Ну что ж. Михаил Леонович. Михаил Леонович. Я не борюсь с Леоновичем. Нет, разве он сын Леонидов? Он же сын Леонович. Леонович, а я сказал Леонович. Виктор Леонидович. Нет, Виктор Леонидович. Стоп. Нет, 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 нет. Давай вернемся к этому. Прости, пожалуйста. Секундочку. Я ведь не путаю. Вот, значит, вот оба победителя. И сын Бориса, и сын Леонида. Бориса был такого. А, кто видел? А, Виктор Леонидович. Да, то есть я ничего не перепутал. Спасибо большое. Не читайте эту книгу. Покупайте ее у автора, но не читайте. Василий, Ваше слово, товарищ Маузер. Ну скажите, почему стоит читать эту книгу? Кстати, еще хочу заметить. Вам не кажется, что на самом деле вот эта опечатка, Пеллон вместо целого, это все-таки, как это, идеологическая, вылазка идеологического врага? Нет, если ты у меня спрашиваешь, Ваше, то я отвечу. Совершенно не кажется по той простой причине, что она совершенно никаким образом не играет на концепцию Абсолютно никаким, я абсолютно на сто процентов уверен, что это именно изнательская опечатка, дурная работа корректора или автората. Ну почему? Виктор Леонидович, он же любил такое словцо, любил, не печаток. А если П, вот смотрите, П, мы сейчас будем исправлять на С, то о чем каждый изнательный человек? Прости, он цитирует С, ладно. Нет, вот сейчас, нет, смотрите, вот мы в этой книжке, значит нашли и решили сами исправить, да? То есть ПЛО, и мы исправляем ПЛО на ЦЕЛОНО. Что получается? Натягивание на ПЛО, опять же, мы на пол. О чем думает каждый русский человек, когда П исправляется на ЦЕЛОНО? Ну, это очень плохо. Какое стол? В каком году вышла книга, ну, и в записке скандалиста, и в каком году, Вася, появился этот графический символ, на который, например, намекает. Между этим минимум полтора десятка лет. Так, давайте я вам расскажу. Мы углубились немножечко не в ту тему. Давайте мы вернемся к ПЛО. Да, тут получается, что только два человека понимают, о чем мы говорим. С учетом того, что почти никто, вот никто не читал, никто не знает. Все понимают. Нет, но ведь все читали Топорова, и все читали ЦИБА. Конечно. Вот прям вот все. Мы сейчас, вот после официального завершения нашей презентации, будет время, и можно будет поговорить на русские вопросы. Мы, в принципе, уже приближаемся к нашему концу. Ну, хотя бы просит слово, а председатель союзописателей? Ой, председатель союзописателей просит слово. А, Владимир Владимирович, я вас опять. Владимир Владимирович, прошу. Выходите здесь с одной стороны, пожалуйста. И не садись туда. С этой стороны только, если вы хотите. Вот, мне необходимо. Я процентируюсь. Ну, во-первых, наш конечник, как среди, как геречен. Я в считаю. Что я? Кстати, надо сказать, что иногда вы посещаетесь разуме. Те, кто говорят, что рэп тоже по весе, что рэп, но рэп, что сменит тоже просо, что сериалы это новый роман и прочие прекрасные чужие, работают по схеме. Плохо? Это и есть хорошо. Таких сразу бейте ногами. Они пришли, они отняли. Немножко, и Петров, ну не важно. А вот еще полезная музыка. Ноутбук отнести в сарай, не купить бумажное. Когда в руки при чтении берешь карандаш, внимание, постарайся, правильно? Реклама и пропаганда хотят, чтобы мы ходили, как собаки и палаты. А литература должна создавать свободные ассоциации. Это очень странно, да. Василий Зеляев, на самом деле, добрый человек, хочет добра всем, он старается это сделать. Иногда я думаю, что Василия вовсе нет, что Василия какой-то выверт, матрица. А он говорит, что он нормальный человек, и думает иногда хорошо. Поэтому, ну что, какая поза книга, я не читал ее, но там повисал. Знаете, отыскать желание сразу много знать и быть умным. Им наговорить. Ну вот так. Поэтому я думаю, что она полезна. Спасибо. Так, можно я тоже как бы скажу чуть-чуть? Да, да, да. А, вот, кстати, название Галуцкин, можно там книжку, да? А, да, да, да. А, да, да. Это, короче, это к чему отсылает название? Есть такая байка про Фалеса Милецкого, кто философию учил, это вообще в самом, там, на первой лекции. Второй Фалес Милецкий, первый греческий философ. И получается так, как философия, это, в принципе, греческое явление, как бы негреческой философии вообще не может быть это абсурд. И, соответственно, это первый философ, и про него есть такая байка, что, значит, какая-то женщина, он наблюдал звезды и постоянно ходил вот так, задрав голову, и упал в колодец. И его там женщина какая-то нашла и говорит, смотри под ноги. Чего ты смотришь на небо, смотри под ноги, и, значит, тогда бы ты не упал в колодец. Но на самом деле оказывается, что Фалес Милецкий специально залез в очень глубокий колодец, потому что если спуститься на то колодца, там днем тоже именно звезды. И поэтому вот эта девушка, она просто неправильно интерпретировала его поведение. То есть тут возможно, хотя и ее интерпретация тоже крутая, да? В принципе, ее интерпретация хорошая, и его намерения тоже понятны. Просто смотреть звезды не только ночью, но и днем. Поэтому это один из смыслов названия вот этих колодцев. Потом, смотрите, вот видите, вот эти одно О перечеркнуто, это мой правый глаз. Потом второе О, это другой глаз. Л это нос, К это вот эта душка очков. В принципе, это как бы я не от болты, это все наши кириллические буквы происходят в конечном счете от негреческих иероглифов. И то есть вот буква О, она даже уже у египтян, то есть это сколько там, 6 тысяч лет назад, да? Даже больше, да, где-то 6 тысяч. Она уже тогда обозначала глаз. Потом Д это дверь, И это дом с заборчиком, а вот С это змея. То есть змея это такой очень интересный концепт, известно, что змея, она не мигает, потому что у нее века, прозрачная века. И как бы, ну и поэтому у нее не мигающий взгляд, то есть змея это тот, кто смотрит. Другое слово по-гречески дракон, это тот, кто видит, просто смотрящий. Вот, поэтому, кстати, одного из древнегреческих царей, видимо, звали дракон, потому что просто он был смотрящим за рафинами. Вот, а в русском языке змея связана с землей, то есть тот, кто с земли, и поэтому, значит, через колодцы вот эти вот драконы, змеи проникают на поверхность земли. И, кстати, чтобы еще вода в колодцах не портилась, там должна жить или жаба, или вот змея, или кто-то такое. Вот, и смотрите, если в русском змея, с землей связана змея, то в латинском с землей связан человек. Поэтому есть такая, потому что хумус, да, по-латински от того же корня хумус, по-гречески хто, хто нас, хто, и от хумус происходит хома, то есть человек. И, соответственно, есть такая теория, что по-славянски люди происходят непосредственно от земли, а от змей, то есть сперва из земли змеи возникают, а только потом человек возникает, уже происходит, в свою очередь, от змей. Ну и потом вот это вот, как бы то, что колодцы ширяются, тут есть еще такой момент, то, что колодцы это, ну, во-первых, то, что я очень глубоко копаю, и просто это, чтобы смысл вот этой вот смысловую найти, смысл живой воды, так сказать. Вот. И потом колодцы, это же еще эти самые следы от внутривенных инъекций. Вот. Но мы это не пропагандируем, конечно. Не пропагандируем. То есть и против медицины. Есть такой, кстати, анекдот, что когда, смотрите, приходит Моргенштерн к Дудю, или Дудь к Моргенштерну, ну, не важно там, кто к кому пришел, и Дудь его спрашивает, поясни. То есть Моргенштерн ему что-то там несет, и Дудь ему спрашивает, поясни, я вот что-то не понял, что ты говоришь. Это к вопросу о понимании. Вот. И Моргенштерн ему отвечает, а зачем тебе понимать? Вот. Понимаете? И есть такая еще замечательная тайка про двух экономистов. Моргенштерн, мы знаем, что такое второе, что такое. Дудь. Дудь это Дудь, а Моргенштерн это Моргенштерн. Дудь это глагол? Да, да, да. Ну там только через Д. Да. В Дудь Моргенштерн. Есть еще байка насчет понимания. И, кстати, это связано с германевтикой и с истолкованием текста. Встречаются два экономиста, и один другому говорит, ты вообще понимаешь, что происходит? Другой ему говорит, я тебе сейчас объясню. То он говорит, объяснить тебе я и сам ногу, но я ничего не понимаю. Смотрите, тут очень важна интерпретация текста, которая происходит на очень разных уровнях. Потому что, ну смотрите, вот возьмем просто такое явление, как в 1912 году затонул Титаник, и Александр Блок записал у себя в дневнике «Есть еще океан». Как мы можем интерпретировать эту вот гибель Титаника? То есть, в принципе, мы можем просто искать причины. Почему он утонул, кто виноват, виноват или капитан или строитель и так далее. Потом мы можем это интерпретировать в духе, в моральном смысле. То есть, как надо вести себя на Титанике, если мы тоже будем тонуть на Титанике. Как нам надо пропускать женщин и детей или, может, можно не пропускать женщин и детей. Потом можно в афрейдийском духе это толковать, что Титаник – это как бы мужское начало, а океан – женское начало. И, разумеется, как бы мужское начало гибнет в этом женском начале. А какие колодцы мы можем интерпретировать? Нет, смотри, океан – правильно. В колодцах вода, и океан – это тоже вода. Подожди, я еще не дошел до этого момента. У нас в мире уже много. Нет, можно интерпретировать гибель Титаника как гибель старой Европы. Потому что, смотри, 12-й год, через два года будет Первая мировая война, потом Вторая мировая война. Европа погибнет, и там кто успеет, тот переберется в Америку. Но есть еще четвертый вариант интерпретации. То, что океан – это хаос смысла, а Титаник – это логос. И вот этот айсберг, об который разбился Титаник – это семантический айсберг. То есть вот эта видимая часть айсберга – это тот смысл, что мы понимаем. А невидимая часть айсберга – это всякие подтексты, то, что мы не понимаем, и еще все это в хаосе смысла. Понимаешь? И вот логос наталкивается на этот семантический айсберг, и он гибнет. Понимаешь? Я все понимаю, точнее объяснить могу, понять. Вот мне пока что очень сложно, я потом пересмотрю видео, как мы переосмыслив. Но мы потихонечку уже движемся к концу. И я предлагаю желающим задать вопрос. Мы вот перед началом, кто успел, тот успел взять вопросики. Желающие могут спросить, кто хочет задать вопросы автору. А автор коротко, по возможности, на них ответит. Что-нибудь есть интересное сейчас? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...